1 книга паралипоменон у евреев летопись глава 1 адам сиф и нос родословная их сыновей вот родословие их продолжение старейшин 54 стихах глава 2 вот сыновья израиля рубимся он перечисления и племена соферийцев 55 стихов глава 3 сыновья давида родившиеся у него хевроне были первенец амнон от ихинаама израилитянки 2 долумия от обигеи кармелитянки 3 вестолом от махи дочери фалмая царя гисурского 4 адоне сына гифы 5 сафате от авитала 6 и фриам от огла и жены его 6 родившиеся у него хевроне царствовал же он там семь лет и шесть месяцев и 33 года царствовал в иерусалиме а сии родились у него в иерусалиме шима шаван нафан и соломон четверо от версавии дочери аммиловы и ахар елишама или филет ногах нефиг и афия или шама или ада или филет девятеро вот все сыновья давида кроме сыновей от наложниц сестра их фомарь сын соломона рава перечисления сыновей родословные 24 стиха глава 4 сыновья иуды форес и с ром перечисление девятый стих и авис был знаменитей своих братьев мать дала ему имя и авис сказав я родила его с болезнью и возвал я вис к богу израилева и сказал о если бы ты благословил меня твоим благословением распространил пределы мои и рука твоя была со мною охраняя меня от зла чтобы я не горевал и бог не спасла ему чего он просил хилу же брат шуми родил махира он есть отец и что она и что он родил без трав и перечисления и 22 стив и и о ким и жители хозяева и ашав и софас которые имели владение в мави и и ашу вели хим но это событие древние они были горшечники и жили при садах и в огородах у царя для работ его жили они там сыновья симеона уж имея было 16 сыновей 6 дочерей у братьев же его сыновей было немного и все племя их не так было многочисленное как племя сынов иуды они жили версавия и все селения которые находились вокруг си городов давала вот места жительства и родословие их все и поминованные были князьями племен своих и дом отцовых разделился на многие отрасли они доходили до герары до восточной стороны долины чтобы найти пастбище для стад своих и нашли пастбище тучные хорошие и землю обширную спокойную и безопасную потому что до них жила там только немного ханамитян и пришли они по именам записанные в одни языки царя иудейского и перебили кочующих и оседлых которые там находились и истребили их навсегда и поселились на месте их ибо там были пастбище для стад их на них же и сынов симеоновых пошли горе сиир пятьсот человек филатия неария рефалия и узел сыновья и пи были во главе их и побили уцелевших там остаток амаликитян и живут там до сего дня 43 стиха глава 5 сыновья румима и первенца израиля он первенец но когда сквернил он постель отца своего первенства его отдано сыновьям иосифа сына израилева с тем однако ж чтобы не писать все ему первородным потому что иуда был сильнейшим из братьев своих и вождь от него но первенство перенесена на его иосифа пересчисления а к востоку он обитал до входа в пустыню идущий до реки ефрата потому что стада его были многочисленны в земле гала адской в одни саула не вели войну с агарянами которые пали от руки их и они стали жить шатрах их по всей восточной стороне галаада сыновья гада жили напротив их земле вассанской до сталхи вассане я иль был главный шафан второй потом иоанн най и шафат братьев их семействами их было 7 михаил мишула мшевая рай и окан зия и вер вот сыновья а вихаила сыновья хурия они жили в галааде вассане и в зависящих от него городах и во всех окрестностях сарона до исхода их все они перечислены в одни и афама царя иудейского и в одни и рвама царя израильского у потомков рувима и гады и полу племени монастина было людей воинственных мужей носящих щит и меч стреляющих из лука и приученных к битве 44 тысячи 760 выходящих на войну и воевали они с агарянами и и туром на фишем и надавом и подана была им помощь против них и преданы были в руки их агаряне и все что у них было потому что они во время сражения воззвали к богу и он услышал их за то что они уповали на него и взяли они стада их верблюдов и 50 тысяч из мелкого скота 250 тысяч ослов 2000 и 100 тысяч душ людей потому что много пола убитых так как от бога было сражение сие и жили они на месте их то переселение потомки полуколена монастины жили в той земле от вассана давал ермона и синира и до горы ермона и их было много и вот главы поколения их эфир и шья или ил азриил и иеремия гадание и гдил мужи мощные мужи именитые главы родов своих но когда они согрешили против бога отцов своих и стали блудно ходить вслед богов народа в той земли которых и знал бог из лица их от лица их тогда бог израиля возбудил дух фула царя ассирийского и дух фигла филосара царя ассирийского и он выселил рубимлян и гадитян и половину колена монастияны и отвел их халах и хавор и ару и на реку газан где они до сего дня глава 6 сыновья левия перечисления вот те которых давид поставил начальниками от певцами в доме господнем со временем поставления в нем ковчега не служили певцами перед скинею собрания доколе соломон не построил дома господне в иерусалиме они становились на службу свою по уставу вечному вот те которые становились сыновьями своими и сыновей кафовых перечисления а арон же и сыновья его сожигали на жертвенники все сожжение и на жертвенники к отдельным и совершали всякие священнодействие во святом святых и для ощущения израиля во всем как заповедал раб божий моисей вот сыновья аарона перечисления сыновья же арона дали также города сыновьям убежищ хеврон и ливну с их предместями и атир и и штима и предместие его и хелон от предместие его доверы предместие его и ашаны предместие его вевсамисты предместие его от колена вениаминова геву и предместие его алеймев и предместие его и анафов и предместия его. Всех городов в их племенах их 13 городов. Остальным сыновьям Каафа из семейства этого колена Дана по жребию 10 городов из удела половины колена Монастина и сыновьям Герсона по племенам их от колена из Сахарова и колена Астирова. Перечисление. Глава 7. Сыновья из Сахари Фола, Фола и Ашуф и Шимон четверо. Перечисление. Сыновья Фолы Узи, Рифаил и Ириил и Ахмай и Авсам и Самуил главные в поколениях Фолы. Люди воинственные в своих поколениях. Число их в одни Давида было 22600. Сыновья Израхи и сыновья Израхи Михаил Авадия и Аиль и Иши. Пятеро. Все они главные. У них по родам их по поколениям их было готово к сражению войска 36000, потому что у них было много жен и сыновей. Братьев же их во всех поколениях из Сахаровых, людей воинственных, было 87000, внесенных в родословные записи. Перечисление. Владение их и места жительства их были в Эфире и зависящие от него города к востоку, на Аран к западу Гизер и зависящие от него города. Сихемы, зависящие от него города. Дагазы и зависящих от него городов. А со стороны сыновей монастейных Бефсан и зависящие от него города. Перечисление городов. Все это сыновья Асирии, главы поколений, люди отборные, воинственные, главные начальники. Записано у них в родословных списках в войске для войны. По счету 26000 человек. Глава 8. Вениамин родил Беллу, первенца своего. Перечисление. Сыновья у Алама были люди воинственные, стрелявшие из лука, имевшие много сыновей и внуков. 150. Все они от сыновей Вениамина. Глава 9. Первое. Паралипоминон. Так были перечислены по родам своим все израильтяне, и вот они записаны в книге царей израильских. 15. Иудеи же за беззаконие свои переселены в Вавилон. 16. Первые жители, которые жили во владениях своих по городам израильским, были израильтяне, священники, левиты и нефинеи. 16. В Иерусалиме жили некоторые сынов иудяных и сынов Вениаминовых, и сынов Ефремовых и монастейных. 17. Перечисление. Родословие. 18. И до ныне все привратники у ворот царских к востоку содержат стражу сынов Левейных. 19. Шалум, сын Корея, сын Ивесфама, сын Корея и братьевы из рода его Кореяне, по делу служения своего, были стражами у порогов в Скинии, а отцы их охраняли вход в стан Господень. 19. Финиес, сын Елизаров, был прежде начальником над ними, и Господь был с ним. Захарий, сын Мишелемии, был привратником у дверей Скинии собрания. 20. Всех их выбранных в привратники к воротам, порогам, было 212. Они внесены в список поселениям своим. Их поставил Давид и Самуил Прозорливец за верность их. 21. И они, сыновья их, были на стражу у ворот Дома Господня при Доме Скинии. На четырех сторонах находились привратники, на восточной, западной, северной и южной. 22. Братья же их жили в селениях своих, приходя к ним от времени до времени на семь дней. 23. Сие четыре начальника привратников левиты были в доверенности. Они же были приставлены к жилищам и к сокровищам Дома Божия. 24. Вокруг Дома Божия они и ночь проводили, потому что на них лежало охранение, и они должны были каждое утро отпирать двери. 25. Одни из них были приставлены к служебным сосудам, так что счетом принимали их и счетом выдавали. 26. Другим из них поручены была прочая утварь и все священные потребности, мука, лучшие, вино и леи, ладан и благовоние. 27. А из сыновей священнических некоторые составляли мира из веществ благовонных. 28. Матафи из левитов, он первенец селу Макариянина. Верено было приготовление на сковородах. 29. Некоторым из братьев их и сыновей Каафов поручено было заготовление хлебов предложения, чтобы представлять их каждую субботу. 30. Певцы же, главные в поколениях левитских, в комнатах храма свободны были от занятий, потому что день и ночь они обязаны были заниматься искусством своим. 31. Это главы поколений. Перечисления. 31. Глава 10. Первое. Паралипоминон. 32. Филистимляне воевали с Израилем, и побежали израильтяне от филистимлян, и падали пораженные на горе Гелвуя. 33. И погнали с филистимляне за Саулом и сыновьями его, и убили филистимляне, и Анафана, и Авианадава, и Мелхисуя, сыновей Сауловых. 34. Сражение против Саула усилилось, и стрелки устремились на него так, что он изранен был стрелками. 35. И сказал Саул оруженосцу своему, обнажи мечтвой, и заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не надругались надо мною. 36. Но оруженосец не решился, потому что очень испугался. 37. Тогда Саул взял меч и пал на него. 38. Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на меч и умер. 39. И умер Саул, и три сына его, и весь дом его вместе с ним умер. 40. Когда увидели дыртяне, которые были в долине, что все бегут, и что Саул и сыновья его умерли, то оставили города свои и разбежались, а филистимляне пришли и поселились в них. 41. На другой день пришли филистимляне обирать убитых, и нашли Саула и сыновей его, павших на горе Геловойской, и разделили его, и сняли с него голову его и оружие его, и послали по земле филистимской, чтобы возвестить осем перед идолами их и перед народом. 42. И положили оружие его в капище богов своих, и голову его воткнули в доме Дагона. 43. И услышал весь Иоавис Галаадский, все, что сделали филистимляне с Саулом. 44. И поднялись все люди сильные, взяли тело Саулова и тело сыновей его тела, и принесли их в Иоавис, и похоронили кости их под дубом в Иоависе, и постились семь дней. 45. Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал перед Господом, за то, что не соблюл Слово Господне и обратился к волшебнице с вопросом. 46. А не взыскал Господа, зато он умертвил его и передал царство Давиду, сыну Исееву. 47. И собрали все израильчане к Давиду в Хеврон и сказали, «Вот, мы кость твоя и плоть твоя. И вчера и третьего дня, когда еще Саул был царем, ты выводил и вводил Израиля. И Господь Бог твой сказал тебе, «Ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем народа моего Израиля». 48. И пришли все старейшины Израилева к царю в Хеврон, и заключил с ними Давид завет в Хевроне перед лицом Господним. И они помазали Давида в царя над Израилем по слову Господнюща Самуила. 49. И пошел Давид и весь Израиль в Иерусалим, то есть к Иевусу. А там были Иевусеи, жители той земли. И сказали жители Иевуса Давиду, «Не войдешь сюда». 50. А Давид взял крепость Ион. Это город Давидов. И сказал Давид, «Кто прежде всех поразит Иевусеев, тот будет главой Ивой начальником». И взошел прежде всех Иав, сын Саруин, и сделался главою. 51. Давид жил в той крепости, потому и называли ее городом Давидовым. И он обстроил город кругом, начиная от Милу, всю окружность, а Иав возобновил остальные части города. 52. И преуспевал Давид, и возвышался более и более, и Господь Савау был с ним. 53. Вот главные и сильные худовиды, которые крепко подвязались с ним в царстве его, вместе со всем Израилем, чтобы воцарить его, по слову Господню над Израилем. 53. И вот число храбрых, которые были у Давида. И Сваал, сын Ахамани, главный из тридцати. Он поднял копье свое на триста человек и поразил их в один раз. 54. По нем Ильазар, сын Додо Ахохиянина, из трех храбрых. Он был с Давидом в Фасдамиме, куда филистимляне собрались на войну. Там часть поля была засеяна ячменем, и народ побежал от филистимлян. 55. Но он стал среди поля, сберегли его они, и поразили филистимлян. И даровал Господь спасение великое. 56. Трое сих, главных из тридцати вождей, взошли на скалу к Давиду в пещеру Адаллам, когда стан филистимлян был расположен в долине Рифаимов. 56. Давид тогда был в укрепленном месте, и охранное войско филистимлян было тогда в Вифлееме. 57. И сильно захотелось пить Давиду, и он сказал, кто напоит меня водой из колодеза Вифлеемского, что у ворот. 58. Тогда эти трое пробились сквозь стан филистимский и подчеркнули воды из колодеза Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. 59. Но Давид не захотел пить ее, и вылил ее во славу Господа, и сказал, сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это. 60. Стану ли я пить кровь мужей сих, полагавших души свои? Ибо с опасностью собственной жизни они принесли воду, и не захотел пить ее. Вот что сделали трое этих храбрых. 61. И Авеса, брат Иава, был главным из трех. Он убил копьем своим триста человек и был в славе у тех трех. Из трех он был знатнейшим и был начальником, но с теми тремя не равнялся. 62. Ванея, сын Ядая, мужа храброго, великий, по делам из Каоциила. Он поразил двух ариилов моавицких. Он же сошел и убил льва во рве в снежное время. 63. Он же убил египтянина, человека ростом в пять локтей. В руке египтянина было копье, как на вою ткачей. А он подошел к нему с палкой и вырвал копье из руки египтянина. Убил его его же копьем. 64. Вот что сделал Ванея, сын Ядая. И он был в славе у тех трех троих храбрых. Он был знатнее тридцати, но с тремя не равнялся. И Давид поставил его ближайшим исполнителем своих приказаний. А главное из воинов перечисление. 64. Глава двенадцатая. Первая паралипоменон. 65. И сии также пришли к Давиду Сакилак, когда он еще укрывался от Саула, сына Кисова, и были из храбрых, помогавших в сражении. 66. Вооруженные луком, правой и левой рукой бросавшие каменья и стрелявшие стрелами из лука. Из братьев Саула от Вениамина. Главный авиазер. Перечисление. 67. Они-то перешли Ордан в первый месяц, когда он выступает из берегов своих, и разогнали всех живших в долинах к востоку и западу. Пришли также и сыновей Вениаминовых и Иудиных в укрепление к Давиду. 68. Давид вышел навстречу им и сказал им, если с миром пришли вы ко мне, чтобы помогать мне, то да будет у меня с вами одно сердце. А если для того, чтобы коварно предать меня врагам моим, 69. Тогда как нет порока на руках моих, то доверит Бог отцов наших и рассудит. И объяв дух Амасая, главу 30, и сказал он, мир тебе, Давид, и с тобой, сын Иисеев, мир тебе и мир помощникам твоим, ибо помогает тебе Бог твой. 69. Тогда принял их Давид и поставил их во главе войска. 69. Из колена монастином перешли некоторые к Давиду, когда он шел с филистимлянами на войну против Саула. Но не помогал им, потому что предводители филистимские, посоветовавшись, отослали его, говоря, на нашу голову он перейдет к господину своему Саулу. 70. Когда он возвращался в Секилах, тогда перешли к нему из монастинян, а однах, иосав, иидиэл перешисления. 71. Они помогали Давиду против полщищ, ибо все были люди храбрые и были начальниками войски. 72. Так с каждым днем приходили к Давиду на помощь, до того, что его ополчение стало велико, как ополчение Божие. 73. Вот число главных в войске, которые пришли к Давиду в Хероне, чтобы передать ему царство Саулу, по слову Господне. 74. Сыновей иудиных, носящих щит и копье, было 6800 готовых к войне. 75. Из сыновей семионовых, людей храбрых в войске, было 7100. 75. Из сыновей ливийных – 4600. 76. Иадай, князь от племени Аарона, и с ним 3700. 76. Исадок, мужественный юноша, и род его, 22 начальника. 76. Из сыновей Вениаминовых, братьев Сауловых – 3000, но еще многие из них держались дома Саулова. 77. Из сыновей Ефремовых – 28800, людей мужественных, людей именитых в родах своих. 78. Из полуколена монастей на 18000, которые вызваны были поименно, чтобы пойти воцарить Давида. 79. Из сыновей Сахаровых пришли люди разумные, которые знали, что когда надлежало делать Израилю. 79. Их было 200 главных, и все братья их следовали слову их. 79. Из колена Завулонова, готовых к сражению, вооруженных всякими военными оружиями, 50 тысяч в строю единодушных. 79. Из колена Нефалимова – тысяча вождей, и с ними 37 тысяч с щитами и копьями. 79. Из колена Данова, готовых к войне, 28 тысяч 600. От Ассира, воинов, готовых к сражению, 40 тысяч. 80. Из Эрдана, от колена Рувимова, Гадова, от полуколена Монастейна – 120 тысяч со всяким воинским оружием. 80. Все эти воины в строю от полного сердца пришли в Херон воцарит Давида над всем Израилем. 81. Да и все прочие израильтяне были единодушны, чтобы воцарить Давида. И пробыли там у Давида три дня, ели и пили, потому что братья их все приготовили для них. 81. Да и близкие к ним, даже до колена из Сахарова, Заулунова, Нефалимова, привозили все с ясной на ослах, верблюдах и мулах, и валах, муку, смоквы и изюм, и вино и лей, и крупного и мелкого скота множество, так как радость была для Израиля. 81. Глава 13. И советовался Давид с тысяченачальниками, сотниками и со всеми вождями. И сказал Давид всему собранию израильтян, 81. Если угодно вам, если на то будет воля Господа Бога нашего, пошлем повсюду к братьям нашим по всей земле израильской, и вместе с ними к священникам и левитам в города и селения их, чтобы они собрались к нам. 82. И перенесем к себе ковчег Бога нашего, потому что в одни Саула мы не обращались к нему. И сказала все собрание, да будет так, потому что то дело всему народу казалось справедливым. 83. Так собрал Давид всех израильтян от шихора египетского до входа в Ямаф, чтобы перенести ковчег Божий из Кириаф-Ярима. 84. И пошел Давид и весь Израиль в Кириаф-Ярим, что в Иудеи, чтобы перенести оттуда ковчег Бога Господа, сидящего на Херувимах, на котором нарицается имя его. 85. И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Аминадава. И Оза и Ахия вели колесницу. Давид же и все израильтяне играли перед Богом из всей силы, с пением, на цитрах и псалтырях и тимпанах и кимвалах и трубах. 86. Когда дошли до Гумнахидона, Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо волы наклонили его. Но Господь разгневался на Озу и поразил его за то, что он простер руку свою к ковчегу, и он умер тут перед лесом Божиим. 87. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу и назвал то место поражением Озы. Так называется оно до сего дня. 87. И устрашился Давид Бога. В день тот и сказал, как я внесу к себе ковчег Божий. 88. И не повез Давид ковчега к себе в город Давидов и обратил его к дому Авидара Гефианина. 89. И оставался ковчег Божий Авидара в доме его три месяца. И благословил Господь дом Авидара и все, что у него. 89. И послал хирам царь Тирский к Давиду послов и кедровые деревья, и каменщиков, и плотников, чтобы построить ему дом. 89. Когда узнал Давид, что утвердил его Господь царем над Израилем, что вознесено высоко царство его ради народа во Израиле, тогда взял Давид еще жен в Иерусалиме и родил Давид еще сыновей и дочерей. 90. И вот имена родившихся у него в Иерусалиме Самус, Савас, Нафан, Соломон, Эвиар, Елисуа, Елфалет, Нагах, Нафек, Еафия, Елисама, Велиада и Елефалев. 91. И услышали филистимляне, что помазан Давид царя над всем Израилем. И поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид об этом и пошел против них. 92. И филистимляне пришли и расположились в долине Рифаимов. И вопросил Давид Бога, говоря, идти ли мне против филистимлян, и предаш ли их в руки мои? 93. И сказал ему Господь, иди, и я предам их в руки твои. И пошли они в Аалператсим. И поразил их там Давид. И сказал Давид, сломил Бог врагов моих рукой моею, как прорыв воды. 94. Посему и дали имя месту тому в Аалператси. И оставили там филистимляне богов своих. И повелел Давид, и сожженные они огнем. 95. И пришли опять филистимляне, расположились по долине. 96. Еще вопросил Давид Бога, и сказал ему Бог, не ходи прямо на них, уклонись от них, а иди к ним со стороны тутовых деревьев. 97. И когда услышишь шум, как бы шагов на вершинах тутовых деревьев, тогда вступи в битву, ибо вышел Бог перед тобою, чтобы поразить стан филистимлян. 98. И сделал Давид, как повелел ему Бог. И поразили стан филистимский от Гаваона до Газера. И пронеслось имя Давида по всем землям, и Господь сделал его страшным для всех народов. 98. И построил он себе домы в городе Давидовом, и приготовил место для ковчега Божий, и устроил для него скинию. 99. Тогда сказал Давид, никто не должен носить ковчег Божий, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить ему вовеки. 99. И собрал Давид всех азраильтян в Иерусалим, чтобы внести ковчег Господень на место его, которое он для него приготовил. 99. И созвал Давид сыновей Аароновых и левитов, и сыновей Каафовых, Уриила начальника и братьев его 120 человек, и сыновей Мирариных, Асаю начальника и братьев его 220 человек, и сыновей Герсоновых и Аиля начальника и братьев его 130 человек, и сыновей Елисофановых, Шамаю начальника и братьев его 200, и сыновей Хевроновых и Лиела начальника и братьев его 80, и сыновей Узииловых, Аминодава начальника и братьев его 112. 99. И призвал Давид священников Садога и Авиафара и левитов Уриила, Асаю и Аиля, Шамаю и Лиела и Аминодава. 99. И сказал им, вы, начальники родов левитских, осветитесь сами и братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него, ибо как прежде не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали его, как должно. 99. И осветились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа Бога Израилева. 99. И понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедал Моисей по слову Господа на плечах, на шестах. 99. И приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих певцов с музыкальными орудиями, с псалтырями и цитрами и кимвалами, чтобы они громко возвещали глаз радования. 99. И поставили левиты Емана, сына Иоилева, из братьев Его Асафа, сына Верихиина, а из сыновей Мирариных братьев Ехифана, сына Кушаия. 99. И с ними братьев их второстепенных Захарию, Бена и Азиила, Шамирамофа, Ихиила, Уиния, Елиава, Ванею, Моасея, Матафию, Елифлеуя, Микнея и Аведедома и Иила привратников. 99. Еман, Асаф и Ефан играли громко на медных кимвалах, а Захария, Азиил, Шамирамоф и Ихиил, Унии, Елиав, Моасея, Иванея на псалтырях тонким голосом. 99. Матафия же, Елифлеуй, Микней, Аведедом и Азазия на цитрах, чтобы делать начало. 99. А Ахинания, начальник левитов, был учитель пения, потому что был искусен в нем. 99. Верехия и Елкана были предверниками у ковчега. 99. Шивания и Асаф, Нафанаил, Амасия, Захария, Ванея или Эзер священники трубили трубами перед ковчегом Божиим. 99. Оведедом и Ехия были предверниками у ковчега. 99. Так Давид и старейшина Израилева и тысяченачальники пошли перенести ковчег Завета Господня из дома Оведедома с весельем. 99. И когда Бог помог левитам, несшим ковчег Завета Господня, тогда закололи в жертву семь тельцов и семь овнов. 99. Давид был одет в весонную одежду, а также и все левиты, несшие ковчег, и певцы, и хинания, начальник музыкантов и певцов. 99. На Давиде же был еще льняной и фод. Так весь Израиль вносил ковчег Завета Господня с воскресанием при звуке рога и труб и кимвалов, играя на псалтырях и цитрах. 99. Когда ковчег Завета Господня входил в город Давидов, Мелхола, дочь Саулова, смотрела в окно, и, увидев царя Давида, скачущего и веселящегося, уничижило его в сердце своем. 99. И принесли ковчег Божий и поставили его среди скини, которую устроил для него Давид, и вознесли Богу все сожжения и мирные жертвы. 99. Когда Давид окончил все сожжения и приношения мирных жертв, то благословил народ именем Господа, и раздал всем израильтянам и мужчинам и женщинам по одному хлебу и по куску мяса и по кружке вина. 99. И поставил на службу перед ковчегом Господнем некоторых из левитов, чтобы они словословили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилева. 99. Асафа главным, вторым по нем Захарию, Иеела, Шамирамофа, Иехиила, Матафию, Илиава, Иванею, Аведедома и Иеела с псалтырями и цитрами, и Асафа для игры на кимвалах, а Ванею Азиила священников, чтобы постоянно трубили перед ковчегом завета Божия. 99. В этот день Давид в первый раз дал псалом для словословия Господу через Асафа и братьев его. 99. Славьте Господа, провозглашайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, пойте Ему, брецайте Ему, поведайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа. 100. В защите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его. 101. Поминайте чудеса, которые Он сотворил, знамения Его и суды уст Его. 101. Вы, семья Израилева, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его. 101. Он Господь Бог наш, суды Его по всей земле. 101. Помните вечный завет Его, слово, которое Он заповедовал в тысячу родов. 101. То, что завещал Аврааму, и в чем клялся Исааку, и что поставил Иакову в закон, и Израилю в завет вечный. 101. Говоря, тебе дам я землю ханаанскую в наследственный удел вам. 102. Они были тогда малочисленны и ничтожны, и пришельцы в ней, и переходили от народа к народу, из одного царства к другому народу. 103. Но Он никому не позволял обижать их, и обличал за них царей. 104. Не прикасайтесь к помазанным Моим и пророкам Моим, не делайте зла. 105. Пойте Господу вся земля. 10. Благовествуйтесь изо дня в день спасения Его. 10. Возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса Его. 11. Ибо велик Господь и достохвален, страшен падче всех богов. 11. Ибо все боги народов ничто, а Господь небеса сотворил. 12. Слава и величие перед лицом Его, могущество и радость на месте святом Его. 12. Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь. 13. Воздайте Господу славу имени Его. 14. Возьмите дар, идите перед лицом Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни Его. 15. Трепещи перед Ним вся земля, ибо Он основал вселенную, она не поколеблется. 15. Да веселятся небеса, да торжествует земля, и да скажут в народах, Господь царствует. 16. Да плещет море, что наполняет Его, да радуется поле и все, что на нем. 17. Да ликует вместе все дерева дубравные перед лицем Господа, ибо Он идет судить землю. 17. Славьте Господа, ибо вовек милость Его. 18. И скажите, спаси нас, Боже, Спаситель наш. 19. Собери нас и избавь нас от народов. 20. Дославим Святое имя Твое, и дохвалимся славою Твоею. 21. Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века. 21. И сказал весь народ, Аминь, Аллилуйя. 22. Давид оставил там, перед ковчегом, завета Господня Асафа и братьев Его, чтобы они служили перед ковчегом постоянно, каждый день. 23. И о ведре дома, и братьев Его, 68 человек. 24. О ведре дома, сына и Дефумова, и Хосу, привратниками. 24. А садок освященника, и братьев Его, священников, перед жилищем Господнем, что на высоте в Гаваоне. 25. Для возношения всесожжений Господу на жертвенники всесожжения постоянно, утром и вечером. 26. И для всего, что написано в законе Господа, который Он заповедал Израилю. 27. И с ними Емана, и Едифуна, и прочих избранных, которые назначены поименно, чтобы славить Господа, ибо вовек милость Его. 27. При них Еман и Едифун прославляли Бога, играя на трубах, кимвалах и разных музыкальных орудиях. 28. Сыновей же Едифуна поставил при вратах. 29. И пошел весь народ, каждый в свой дом. 30. Возвратился и Давид, чтобы благословить дом свой. 31. Первое Паралипоменон, глава 17. 31. Когда Давид жил в доме своем, то сказал Давид Нафану, пророку, «Вот я живу в доме кедром, а ковщик завета Господний под шатром». 31. И сказал Нафан Давиду, «Все, что у тебя на сердце, делай, ибо с тобой Бог». 32. Но в ту же ночь было слово Божие к Нафану, «Пойди и скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, не ты построишь мне дом для обитания, ибо я не жил в доме с того дня, как вывел сыново Израиля, и до сего дня, а ходил из скини в скини, из жилища в жилище». 33. Где не ходил я со всем Израилем, сказал ли я хотя слово, которому-либо из судей израильских, которым я повелел пасти народ мой, зачем вы не построите мне дома кедрового? 34. И теперь так скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь Сававов, я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля, и был с тобой везде, куда ты ни ходил, и истребил всех врагов твоих перед лицом твоим, и сделал имя твое, как имя великих на земле. 35. И я устроил место для народа моего Израиля, и укоренил его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет более тревожим, и нечестивые не станут больше теснить его, как прежде. 36. В те дни, когда я поставил судей над народом моим Израилем, и я смирил весь всех врагов твоих, и возвещаю тебе, что Господь устроит тебе дом. 37. Когда исполнятся дни твои, и отойдешь к отцам твоим, тогда я восставлю семя твое после тебя, которое будет из сынов твоих, и утвержу царство его. Он построит мне дом, и утвержу престол его навеки. 38. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И милости моей не отниму от него, как я отнял от того, который был прежде тебя. 39. Я поставлю его в доме моем, и в царстве моем навеки, и престол ее будет тверд вечно. 40. Все эти слова и все видения точно пересказал Нафан Давиду. 41. И пришел царь Давид, и стал перед лицем Господнем, и сказал, кто я, Господи Боже? 42. И что такое дом мой, что ты так возвысил меня? 43. Но и этого еще мало показалось в очах твоих, Боже. 44. Ты возвещаешь о доме раба твоего вдаль, и взираешь на меня, как на человека великого, Господи Боже. 45. Что еще может прибавить перед тобой Давид для возвеличения раба твоего? 45. Ты знаешь раба твоего, Господи. 46. Для раба твоего, по сердцу твоему, ты делаешь все это великое, чтобы явить всякое величие, Господи. 47. Нет подобного тебе, и нет Бога, кроме тебя. 47. По всему, что слышали мы, своими ушами. 48. И кто подобен народу твоему, Израилю, единственному народу на земле, к которому приходил Бог, чтобы искупить его себе в народ, сделать его себе имя великим и страшным делом, прогнанием народа от лица народа твоего, который ты избавил из Египта? 49. Ты садил народ твой, Израиль, своим собственным народом навек, и ты, Господи, стал Богом его. 50. Итак, теперь, о Господи, слово, которое ты сказал о рабе твоем и о доме его, утверди навек и сделай, как ты сказал. 51. И да прибудет и возвеличится имя твое вовеки, чтобы говорили, Господь Саваоф, Бог Израилев, есть Бог над Израилем. 52. И дом раба твоего, Давида, да будет тверд перед лицом его. 53. Ибо ты, Боже мой, открыл рабу твоему, что ты устроишь ему дом, поэтому раб твой и дерзнул молиться перед тобою. 54. И ныне, Господи, ты Бог, и ты сказал о рабе твоем такое благо. 55. Начни же благословлять дом раба твоего, чтобы он был вечным перед лицом твоим. 55. Ибо если ты, Господи, благословишь, то будет он благословен вовек. Продолжение следует...